Дорогие друзья, всем здравствуйте! Сегодня я хочу представить вам тему, которую многие просили, многие регулярно задают вопросы на эту тему, и всегда вопросов больше, чем ответов. Сегодня мы поговорим о увеличении вашего полового органа. Возможно ли это? Помогают ли какие-то народные методы? И действительно ли в современной медицине есть метод, который поможет увеличить вам ваше мужское достоинство? И, конечно же, мы поговорим про то, как же увеличить ваше либидо, ваш гормональный фон лучше и поднять вашу потенцию. И эти самые интересные и часто задаваемые вопросы я хочу обсудить с прекрасным специалистом, врачом-урологом-андрологом. Шамиль Бильданов сегодня с нами. Шамиль — потрясающий врач. Он уже занимается достаточно долгое время увеличением полового органа. Уже более 500 мужчин стали обладателями тех самых размеров, о которых вы часто спрашиваете, о которых часто мечтаете. Опыт работы Шамиля более 12 лет. Он является руководителем клиники, поэтому он точно знает, о чём говорит. Шамиль, здравствуйте, спасибо, что пришли. И у меня к вам первый вопрос. Почему же так часто мужчины не устраивают тот размер полового органа, который у них есть? И они всегда задумываются об увеличении. Ольга, добрый вечер. Рад, что вы меня позвали на прямой эфир. Привет всем вашим подписчикам. Надеюсь, для вас это будет познавательная, интересная сегодня тема, которая действительно многих интересует. И отвечая на первый вопрос Ольги, почему же всё-таки мужчины делают увеличение полового члена, почему на это идут? Конечно же, многие думают, в первую очередь, то, что не устраивает размер полового органа. Но хочу сказать, что большая часть мужчин в основном приходит с стандартными половыми органами. И здесь совсем другие у них желания скрываются под этим. То есть какие вот основные, так сказать, потребности у мужчин, которые ко мне приходят на эти процедуры? Как Ольга сказал, я их сделал уже очень много, более 500, и я уж точно знаю, для чего мужчины это делают. Да, некоторая часть мужчин приходит, потому что не удовлетворены размером своего полового органа. То есть действительно, когда не хватает объёма, ёмкости пениса. И, конечно же, здесь действительно прям есть показания медицинские, чтобы их увеличить. Но многая часть мужчин хотят просто попробовать в жизни что-то новое. То есть сделать, так сказать, небольшой апгрейд своего полового органа. Они хотят улучшить интимную жизнь. То есть тут же, когда мы говорим про увеличение, это всё-таки секс, и это разговор о двух людях. Мужчины и женщины, правильно? Поэтому, естественно же, они хотят сделать лучше для своей второй половинки. Как я уже сказал, улучшить интимную жизнь. Кто-то хочет просто попробовать ощутить новые эмоции. Это, так сказать, это как некий такой бывает поход в секс-шоп. Но только уже это поход, так сказать, к врачу, который занимается непосредственно данной процедурой. Плюс, и почему ещё мужчина обращается ко мне, это своего рода некий тренд. То есть мы помним, какой бич был, когда появилось увеличение губ у женщин гиалуроновой кислотой, когда делали маму пластику, увеличение груди. И сейчас это такой же тренд. То есть многие хотят попробовать вот это. А бывают, кстати, мужчины, которые хотят похвастаться перед друзьями в бане или, допустим, стесняются в бане приходить, оголяться. И, конечно же, это добавляет уверенности мужчинам. То есть вот такие вот основные потребности у наших мужчин бывают. Отлично. Ну и у меня к вам самый важный вопрос, мне кажется, из сегодняшнего вообще эфира. Сколько же, какой же размер является нормой? Вот самый частый вопрос в ваших соцсетях. И у меня он часто появляется. И когда всё-таки это не норма, а действительно маленький размер, а когда всё-таки это нормально? Ольга, спасибо за вопрос. Очень интересный. И, конечно же, он как раз-таки многих мужчин интересует, потому что многие мужчины хотят член подлиннее. И вот здесь вот как раз-таки кроется такая тайна. То, что не всегда женщинам нравится именно длинный половой член. То есть многие думают, что нужно подлиннее сделать. Хотя вот проводились логические, сексологические опросы, и многие женщины сказали, что толщина всё-таки важнее, нежели длина. Так как стимуляция точки G происходит там буквально 2-3 сантиметров в преддверии влагалища. И порой даже, допустим, если мы говорим про длинный половой орган, там больше 20 сантиметров, это, пожалуй, даже вызывает дискомфорт для женщины, потому что можно упираться в шейку матки. То есть длина влагалища там, если от 12 до 14 сантиметров, то приблизительно стандартный, то есть нормальный половой орган именно по России, если брать, так сказать, как среднюю температуру по больнице, это 13 сантиметров. Самые, так сказать, большие – это в Конго, там более 15 сантиметров средние. И самые маленькие – это в Корее. Это 8-9 сантиметров. То есть для наших мужчин по России от 12 до 15 сантиметров это будет нормой. То, что меньше 12, считается чуть поменьше нормы. То, что меньше 9 сантиметров, это считается микропенис, синдромом микропении. И тогда, конечно же, уже непосредственно выполняет хирургические даже вмешательства для того, чтобы его удлинить. Это то, что мы говорим про длину. Потому что можно и длину тоже увеличить. Если мы говорим про утолщение, то среднестандартный размер полового органа, ну, где-то это 12-13 сантиметров в окружности. То есть я говорю по окружности, ни диаметр, ни радиус. И все эти размеры во время эрекции. То есть мы говорим про состояние эрекции. Потому что половый орган все-таки сильно меняется. Ну вот, я, наверное, ответил на вопросы эти. Да, отлично. Такие самые часто встречающие вопросы. Хотя я тоже очень много говорю про то, что влагалище – это не какая-то растяжимая субстанция. И много сейчас, кстати, пациенток обращается с тем, что испытывают боли при половом контакте. Как раз-таки о том, о чем вы говорите, связанные с размерами полового органа. Так вот, теперь, Шамиль, хочется задать вам следующий вопрос по поводу средств. Сейчас мы можем в интернете найти огромное количество средств, методик, практик, которые увеличивают половой орган. Вот как вы к ним относитесь? И вообще хотелось бы ваше мнение на эту тему. Я всегда предлагаю всем своим подписчикам, зрителям купить крем для увеличения полового члена и втереть в мочку уха или в палец. Ну, что если он увеличится, то, в принципе, почему бы нет, можно попробовать уже и в самое, да, такое драгоценное место втирать. А, соответственно, если не увеличилась, да, мочка уха, ну, наверное, и не поможет всё-таки для увеличения. Вот часто ли вы с этим сталкиваетесь, и как вообще вы к этому относитесь? Ну, периодически, конечно же, приходится сталкиваться с мужчинами, которые уже перепробовали многое. И, конечно же, маркетологи здесь рекламируют на три гелем, там, таким-то, таким-то свой половой орган, и через семь дней он там будет плюс, там, ещё пять сантиметров добавится. Но, к сожалению, хочу огорчить сразу тех мужчин, которые верят всё-таки в волшебные средства, они, к сожалению, не помогают. Дело в том, что в составе они имеют, так сказать, некоторые раздражающие средства, допустим, там, перец, либо ещё что-то, когда вызывается, так сказать, приток крови плавого органа местная, гиперемия, но это может только вызывать покраснение, раздражение временное. То есть такая небольшая отёчность плавого органа может появиться. То есть от этого удовольствия будет мало. Рекламируют тоже, там, и препараты различные, для того, чтобы увеличить его в длину, в толщину, но, к сожалению, ничего это не помогает. И даже, кстати, есть аппараты специальные для увеличения, это ни для кого не секрет, там есть экстендеры, стрейчеры, то есть они как бы натягивают половой орган, но, к сожалению, их нужно носить часами и порой даже месяцами. То есть те пациенты, которые носили годами, вот тогда они небольшое увеличение получали. Но, к сожалению, там тоже есть свои подводные камни, размер плавого органа не сильно увеличивается, но при этом меняется его форма, цвет, происходит, ну, так сказать, изменение цвета кожи, особенно головки, происходит растягивание кожи, не очень приятная ситуация. Да, друзья, вот вам говорит врач-эксперт, кто регулярно видит мужчин и с осложнениями, и с пробовавшими разные методики, в том числе народные. Но, к сожалению, это так не работает, всё бы было вот так вот прям просто, да, намазал кремом и получил себе тот половой орган, который хочешь. Но вот всё-таки хотелось бы у вас узнать, что влияет, какие факторы на размер полового органа. Может быть, у вас есть данные, может, свои наблюдения, вот генетические, какой-то, может быть, там, период формирования, вот так, когда мальчик ещё маленький. То есть вот на что нужно обратить внимание, там, зрителям, у кого есть, допустим, мальчики, или кто готовится к беременности? Что может влиять на длину, толщину? Вот, как Ольга правильно сказала, это, конечно же, в первую очередь генетика влияет, то есть это зависит, там, от размера, какой был у деда, у отца, да. Также очень много влияет от гормонального фона, именно во время эмбриогенеза, то есть гормональный фон имеет в виду женщины. А в третий момент это может влиять на гормональный фон непосредственно самого мужчин в убертатном периоде. То есть переходный период происходит где-то с 12 лет, у кого-то, может, пораньше, у кого-то немножко попозже. И заканчивается к 16-18 годам. Вот здесь вот очень важно обращать на размер яичек. Бывают такие заболевания, как первичный гипогенодизм, то есть когда яички плохо работают, не вырабатывают свой собственный тестостерон, это некоторые генетические аномалии могут быть, и, кстати, они могут вызывать бесплодие у мужчин. Вот как раз-таки такие заболевания могут влиять на размер. И очень важно, конечно же, родителям периодически ходить к урологу, к андрологу, вот в 12-14 лет проверить, все ли у мальчика хорошо. Потому что он станет немножко старше, и про это он, про свои проблемы, он точно родителям не скажет. Он будет смотреть у сверстников, как будет смотреть в каких-то фильмах или еще что-то, и у него, конечно, за это еще могут образовываться комплексы и нарушения сексуального характера тоже. Отлично. Ну, теперь хотелось бы немножко поговорить про нарушение потенции в целом, потому что, на мой взгляд, такие две основные проблемы. Это половой орган, увеличение его, и проблемы с потенцией. Вот что, на ваш взгляд, влияет так сильно на снижение потенции после достаточно молодого возраста у мужчин? Ведь когда часто обращаются мужчины и пишут свои истории, свои жалобы, действительно пугает. И я с этим столкнулась, когда долгое время занималась бесплодием. Раньше такая была сугубо женская проблема, но сейчас процент мужского бесплодия растет. И у молодых мужчин возраста 28, 29, 30 с небольшим лет мы видим абсолютно плохие данные спермограммы, абсолютно плохие, что иногда даже они вообще не поддаются никакой коррекции лечения, и нам требуется находить там донорские материалы. Поэтому, вот на ваш взгляд, почему сейчас настолько увеличился процент мужчин, кто с этой проблемой сталкивается? Эректильная дисфункция или импотенция, по-другому, как ранее называли, это, конечно, прям бич. То есть у меня очень много пациентов, молодых мужчин, которые приходят именно с этой проблемой. То есть несмотря на возраст, вроде бы казалось, что это раньше в 50-60 лет с таким заболеванием приходит, но нет, сейчас и в 20, и в 30, и в 40, и как бы тут уже не удивляешься. И что основное влияет, вот, по опыту работы, могу сказать, что все-таки это образ жизни. Какой образ жизни у мужчины? Плохие факторы – это алкоголь, непосредственно он влияет на нервную систему, на эндокринную систему, он влияет на клетки лейдига, которые находятся у нас в яичках, да, и может их поражать. Это курение, которое влияет на сосуды, потому что, в принципе, потенция – это такая вещь, которая зависит и от работы сосудов, и от нервной системы, и от эндокринной системы, и от психического состояния самого мужчины. Гиподинамия также влияет. То есть многие сейчас проводят по 12, по 14 часов в офисе, сидят на мягком стуле, застойные явления, спортом не занимаются, мышцы сосудов не работают, а от этого начинаются проблемы с выработкой тестостерона, и тестостерон, который снижается, про который я сказала, эндокринные функции, она тоже, конечно же, влияет на потенцию у мужчин. Очень много, отмечу, наверное, проблемы со стрессом. Сейчас в последнее время у многих мужчин стресс, и у многих из-за этого начинает снижаться либидо. Нет либидо, то есть желания самого, то, естественно, с потенцией тоже есть проблемы. Ну, также есть некоторые такие сексологические проблемы, когда взаимоотношения между парой, то есть, ну, это уже более такие глубокие особенности, нужно разбираться. Вот это вот, наверное, пожалуй, топ самых таких вот факторов, которые влияют. Ну, кстати, еще хочется отметить и ожирение, лишний вес. То есть, не секрет уже, то, что жировые ткани, клетки, они тоже вырабатывают гормоны, половые гормоны женские вырабатывают чаще всего. И наш тестостерон мужской, они ароматизируют в эстрадиол, то есть в женский половый гормон. То есть с этим тоже бороться нужно. Вот, дорогие зрители, золотые слова. Часто мы про это говорим. Как раз-таки ваш образ жизни напрямую влияет и на ваш тестостерон, и на ваши либидо, и на вашу потенцию. И также помните, что нарушение потенции – это первый звоночек близко случившегося инфаркта. Кардиолог часто об этом говорит. Поэтому здесь, если есть проблемы, обязательно нужно с ними бороться, с ними разбираться и правильно обследоваться и лечиться, не затягивать. Шамиль, ну, вы в своей практике используете большое количество разных методик. Я думаю, вот вы сегодня про них расскажите, пожалуйста. Можно ли действительно улучшить, увеличить, утолщить свой половой орган, если нашим зрителям это интересно. И, соответственно, существуют ли такие способы. Да, я вкратце расскажу, какие способы бывают. Это те домашние способы, от которых практически толку никакого не бывает. Не стоит тратить на это время, деньги, силы свои, результаты вы не получите. Дальше мы смотрим уже медицинские способы. Первое – это хирургические методы. То есть есть некоторые операции, которые увеличивают член в длину. Так называемая лигаментотомика, да, происходит пересечение подвешивающей связки, которая удерживает член внутри в тазу. При ее пересечении мы можем получить до 3 см в длину. Ну, чаще всего я эту операцию сочетаю с пластикой паруса мошонки. То есть у некоторых мужчин во время эрекции нависает, как бы такая, мы называем, парус. То есть когда мошонка нависает над членом, и он, пожалуй, тоже иногда скрывает несколько сантиметров. То есть вот эту пластику я тоже выполняю. Это то, что мы говорим про хирургические методы. Есть нехирургические методы, малоинвазивные, которые мне очень нравятся, нравятся моим пациентам, они прям довольны. А это увеличение с помощью гиалуроновой кислоты. Это вот непосредственно то, что женщины колят в губы для увеличения. И гиалуроновая кислота на объем полового органа дает сразу. То есть в толщину он увеличивается. Ну, сразу мы увидим эффект. Получаем где-то плюс 2, плюс 3 см в объеме. То есть, ну, в обхвате. Это довольно-таки хороший размер. Если даже сравнить, вот было так, допустим, 2 см добавили, ну, и довольно-таки уже внушительный размер получается. А есть также полимолочная кислота. Полимолочная кислота, она немножко по-другому работает, в отличие от гиалуроновой кислоты. Полимолочка, как я ее называю, она стимулирует наши клетки, фиброциты вырабатывать коллаген. То есть при введении данного препарата наши клетки идут к полимолочной кислоте, грубо говоря, поедают ее и начинают вырабатывать коллаген. Полимолочная кислота полностью уходит, а вот этот коллаген, он остается. Результаты хорошие, во-первых, потому что половый орган такой плотный, жесткий получается, он большой и во время эрекции, и без эрекции, поэтому мужчины, кто в бане стесняется ходить, они запрещутся, как бы, может, без полотенца ходят и хвастаются, да. Естественно, женщины это тоже отмечают, потому что, ну, ни для кого не секрет, там, загадаемо у женщин тоже все меняется в половой сфере, да, в органах малого таза как-то опущение появляется, слабость мышц таза в дна, и, конечно же, емкость влагалища тоже увеличивается. Но не всегда об этом разговаривают пары, поэтому мужчины вот чаще всего тоже делают по этой причине, про которую забыл сказать. Вот, то есть есть два способа таких вот малоинвазивных, это с помощью гиалуронной кислоты и полимолочной кислоты. Причем процедура выполняется очень быстро, буквально за 20-30 минут, не требуется наркоз, не нужна реабилитация, это абсолютно безболезненная процедура. Я использую там специальные средства импортные, которые хорошо обезболивают половые органы с помощью вообще крема, даже без инъекций все это делается. Вот такие вот, пожалуй, самые современные ноу-хау, которые придумали корейцы, и мы, я взял их в работу. Отлично. Но преимущества действительно, друзья, этой процедуры видны сразу, да, то есть не просто что-то вам там прооперируют, забинтуют, да, и есть там восстановительный период, то есть здесь, безусловно, ввели лекарства и уже есть эффект. У меня к вам два вопроса по поводу данной процедуры, поскольку гиалуроновой кислотой я сталкивалась, и вижу такие же результаты не только на губах, на лице, да, 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 и на интимной пластике, различных интимных методик у женщин. Поэтому какие вопросы, сколько держится эффект, и какие противопоказания есть? То есть вот кому 100% нельзя? Или все-таки всем можно делать данную процедуру? Если говорить про противопоказания, пожалуй, они стандартные противопоказания, то есть чтобы у нас не было обострения хронических заболеваний, острых заболеваний, онкологии, проблема с кровью... Проблем с... Сейчас. Со свертывающей, да, системой крови? Да, что нет проблем со свертывающей системой, пожалуй, вот эти вот основные. Ну и еще, конечно же, я пациента осматриваю, смотрю сам половой орган, и я тоже определяю, какой препарат лучше использовать, все-таки гиалуроновой кислотой, либо полимолочной кислотой. Если мы говорим про гиалуроновую кислоту, если, допустим, в губы ее обычно делают косметологи, она держится там от 6 месяцев до года, да? Половым органом она держится до полутора лет. Это связано с тем, что я использую довольно-таки плотные препараты, объем там намного больше, то есть я использую 10, иногда даже 20 миллилитров, и, конечно же, они биодеградируются дольше, и на полтора года прям эффект сохраняется смело. Отлично, дорогие друзья, вот я вам нашла выход из ситуации. Часто спрашиваете, вот, пожалуйста, Шамиль Бельданов сам и выполняет процедуры, вообще эффекты потрясающие, более 500 человек уже ощутили, и ежедневно-ежедневно радует наших мужчин. Поэтому ссылку на Телеграм, да, Шамиля, оставим в описании под этим видео. Можно подписаться и уже напрямую записаться на консультацию, задать интересующие вас вопросы. Вот процедура действительно очень интересная, и я вам скажу, что результаты потрясающие, это видно сразу и у женщин, и у мужчин. Поэтому кто мечтает, хватит там свой половой орган мазать непонятно чем, там, каким-нибудь остатками чая, кремов, там, прикладывать лопух, все-таки вот метод, который помогает, и вы видите результат сразу же. У меня вот были сомнения только по поводу, сколько он держится, да, все-таки у меня вот было 6-8 месяцев. Но вот вам, пожалуйста, полтора года вы будете ощущать этот потрясающий результат. Поэтому не стоит ждать, вот, пожалуйста, результат будет сразу налицо. Также, дорогие друзья, для... А, Шамиль? Еще хотел добавить, это мы говорили про гиалуронную кислоту, а если мы говорим про полимолочную кислоту, она держится еще дольше. То есть она прям держится до 3 лет. То есть это довольно-таки, ну, большой, хороший срок. То есть можно пользоваться 3 года и радоваться жизни. Отлично. Отлично. Очень эффективно. То есть я уже высказалась на этот счет. Если думаете, если эта мысль вас не отпускает, то стоит попробовать, вот как минимум, записаться на консультацию и попробовать задать интересующие вас вопросы и, возможно, сделать себе это увеличение. Также, дорогие друзья, мы уже поговорили о проблемах, связанных с нарушением потенции. Проблем и факторов, провоцирующих нарушения, много. Да, также и различные хронические заболевания. Поэтому, как я уже сказала, затягивать не нужно. Нужно вовремя принять меры и выявить основную проблему. Безусловно, это и повлиять на ваш образ жизни, сменить питание. Если есть проблемы с лишним весом, постараться потихонечку от них избавляться, заниматься спортом, правильно питаться, но и отказываться от вредных привычек. Это уже прямо нет-ка оскомина на языке. Я постоянно про это говорю. И действительно, я вижу мужчин, которые отказываются от курения, начинают правильно питаться, и они выглядят совершенно по-другому. Меняется не только либидо и гормональный фон, но меняется кожа, меняется вообще психология. Мне кажется, такое внутреннее самочувствие и уверенность. Все меняется, поэтому вы будете выглядеть просто потрясающе. Также для профилактики и лечения различных проблем, связанных с нарушением потенции, я разработала препарат «Мужская мощь». Витамино-минеральный состав, абсолютно натуральный. В своем составе содержит цинк, селен, витамин С, витамин Д3, натуральный экстракт джиншиня и ее химбина. Не содержит тяжелых металлов, красителей, ароматизаторов, фенолов. Только натуральная желатиновая оболочка. Я вам крайне рекомендую принимать по одной капсуле два раза в день. Банки хватает на курс на месяц. Также рекомендован длительный прием. Многие мужчины уже ощутили потрясающие результаты. Ссылка будет в описании под этим видео. Пробуйте, будьте счастливее, увеличивайте ваш половой орган и, соответственно, будете чувствовать ту самую мужскую мощь. Шамиль, спасибо большое, что сегодня пришли, разобрали такие топ-две самые популярные темы. Главное, нашли решение. Поэтому обязательно, дорогие зрители, обращайтесь, увеличивайте половой орган и будьте счастливы. Ольга, большое спасибо за приглашение на эфир. Тоже буду ждать ссылочку, где можно купить данный препарат, потому что состав очень-очень классный. И мне порой приходится даже на приеме по отдельности вот эти вот все витамины назначать, а тут они как бы в комплексе. И это просто замечательно, потому что я всегда стараюсь начинать с простого. С витаминов, с минералов, с каких-то растительных препаратов. И они действительно тоже хорошо помогают. Спасибо большое и до новых встреч. Спасибо всем.